Привет, я Макс. Посмотрим бюджетные китайские новинки, которые вышли не так давно. VK World G1. Данный смартфон отличается от многих своей начинкой. Она у него, можно сказать, не на свои деньги хороша. Процессор тут Mediatek 6753, восьмиядерный. Это еще не все. Также у него 3 гига оперативки и 16 встроенный. Ну и поддерживает карты памяти. Экран большой, 5,5 дюймов. Кому-то может именно это и нужно от смартфона. Ну большой экран. Камеры тут на 8 и на 5 мегапикселей. Хоть и по характеристикам размеры камер больше, но почти всегда это интерполяция. Имейте в виду. Ну и еще тут имеется 4G для полного комплекта. Ну а также OTG аккумулятор на 5000 мА. Пожалуй, телефон по начинке очень удачный. Внешний вид простоват, да и корпус пластиковый. Ну и есть другие плюсы. Стоимость его 130 долларов. VK World T6. Тоже, можно сказать, довольно-таки свежий аппарат. Посмотрим, стоит ли его покупать и чем он отличается от других. По начинке процессор 6735P. Оперативки 2 гига. Хотя вот скорости ему это точно не прибавит. 16 встроенный и поддержка карт памяти. Камера на 8 и на 2 мегапикселя. Корпус пластиковый. Поддержка 4G и OTG. То есть флешек. Аккумулятор на 3000 с половиной миллиампер. В общем-то это все есть и в более дешевых аппаратах. Единственное, что выделяет данный смартфон, так это экран. И нет, он не Full HD. Он всего лишь HD. Просто он имеет 6 дюймов. Большой. И да, в нем есть 2,5D. То есть он гнутый по краям. Что бесспорно, приятно и удобно. Может кто-то как раз из-за экрана и выберет данный смартфон. Стоит он 110 долларов. Стоит ли переплачивать 30 долларов за большой экран? Ну для себя такой необходимости я не вижу. DOOGEE U300. DOOGEE это известный бренд недорогих смартфонов. Новинка уже вышла полтора месяца назад. Но она достоина внимания. Процессор тут 6735P. Также 2 гигабайта оперативки и 32 встроенный. Что немало. Также слот для карт памяти. Экран 5 дюймов 2,5D. Загнут по краям. Камера на 8 и на 5 мегапикселей спереди. Поддерживает OTG, то есть флешки и так далее. Также есть поддержка 4G связи. Аккумулятор тут невелик. 2200 мА. И свеженький Android 6.0. В общем начинка опять же не из самых лучших. Но здесь фишка в другом. Данный смартфон ближе не к тем смартфонам, в которые играют и они валяются там, где никто их не увидит. А данный смартфон относится к красивым, привлекательным смартфонам. Который можно и показать людям, похвастаться. Он имеет металлический корпус. Да, и весь его внешний вид реально классный. Здесь дизайнеры явно постарались. Смартфон действительно красив. Хоть и начинка в нем не сверх крутая. Но я считаю, что он стоит своих 120 долларов. Все ссылки на смартфоны в описании. Спасибо за просмотр. Жмите лайк, подписывайтесь и будьте в курсе всего нового. Удачи и пока.